В общем, повстречал я на Комиконе Майкла Майерса, и он мне томным взглядом намекнул, что если я по достоинству не оцениваю новый фильм, то он найдет и покарает меня. Извини, Мишаня, но я буду предельно честен, и ты меня не испугаешь. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер, и это... Что ж, Майкл Майерс в который раз вернулся. Так давайте взглянем, стоило ли оно того. Это Хэллоуин. Образца 2018 года. Блин, теперь уточнять придется. Хэллоуин 2018 года это прямое продолжение классического слэшера Джона Карпентера Хэллоуин, который вышел в далеком 78 году. Не, ну серьезно, помните вот эти всякие странные продолжения типа H2O и тот фильм с Бастой Раймсом? Забудьте, их никогда не было. Фильм рассказывает о постаревшей Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кертис, единственный выживший в массовой резне, учиненный маньяком-психопатом Майклом Майерсом на Хэллоуин 78-го. Она за эти годы капитально подготовилась и ждет возвращения старины Майкла, чтобы поквитаться с ним, и как гром среди ясного неба, Майкл сбегает и снова начинает охоту на людей в маленьком городке. И мы должны увидеть столкновение старых врагов и узнать, кто падет в этой схватке. Он убил, но он будет убил сегодня. Счастливый Хэллоуин, Майкл. Признаюсь честно, фанатом оригинального фильма Хэллоуин я не являюсь и я не понимаю всех этих восторженных возгласов и его адрес. Стопэ, я его не хейчу, просто для меня он является каким-то обычным. Ну да, это первопроходит в жанре слэшер. Да, это классика, но по сути, что в нем такого, что отличает его от других фильмов, вышедших потом? То, что он оказался первым? В общем, я когда-нибудь подробно выскажу свои мысли и претензии в большом обзоре на оригинал, а сейчас сосредоточимся на сиквеле. Да, хоть я и не фанат, но какая-то заинтересованность в продолжении была. Особенно интерес подогревали крайне занятные и интересные трейлеры. Возвращение Джона Карпентера в стан участника всего процесса. Он тут продюсер и композитор Дэнни Макбрайт и Дэвид Гордон Грин в сценаристах. Это те ребята, что пришли из жанра комедии. Ну, ананасовый экспресс, там и все дела. И настрой фильма показать что-то эдакое. Единственное, что смущало лично меня, так это студия Блумхаус, которые взяли этот фильм под свое крыло. Ну, а вы и так знаете, что это студия-конвейер, и у них редко выходит что-то действительно достойное. И вот я посмотрел всеми расхвальный сиквел, и... Это обычный слэшер в духе оригинального Хэллоуина. Ни больше, ни меньше. На самом деле, можно сказать, что это не продолжение, а своеобразный ремейк первого фильма с добавлением новых сюжетных линий. Говоря, что это ремейк, я именно это и имею в виду. Некоторые сцены практически по кадру копируют первый фильм. То, как Майкл сбежал, или то, как Майкл нашел себе комбинезон автомеханика, сцена в школе на уроке, культовое падение с балкона, валение в бессознанке, а потом резкое исчезновение. Причем именно это связано не с Майклом. Да, сперва мне казалось, что это довольно дешевый ход. По сути, переснимать старый фильм в новом антураже. Но, как оказалось, все не совсем так. Создатели внесли некоторые изменения. Мы больше погружаемся в семью Лори Строуд, что у нее есть дочь и внучка. Нам показывают их крайне шаткие взаимоотношения. Есть некое подобие расследования. И, в отличие от оригинала, здесь есть сцена убийства, и они выглядят вполне приемлемо. Но тут проблема заключается в том, что, перенося оригинальный фильм, создатели перенесли как плюсы, так и минусы старой картины. Давайте начнем с плюсов. Джейми Ли Кертис просто золото. Хорошая актриса в образе крепкой женщины, которая готова дать бой душегубам. Своеобразный привет Саре Коннор из Терминатора. Сам Майкл Майерс хорош как никогда. В оригинале он меня не на все 100% впечатлял, а здесь пару-тройку раз я действительно чуял от него угрозу. Да и прям чувствовал, что перед тобой неуправляемое абсолютное зло, которое не остановится. То, как все снято, мне дико понравилось. Да, порой съемочная бригада пыталась сыграть в Карпентера, но зачастую было видно, что у них свое видение, как правильно все надо снять. Кстати, мне понравилась проходка в один дубль. Действительно крутая. С музлом в этом фильме все как надо. Четко слышно, что Карпентер приобрел опыта с 78-го года, и он может в привычную нам музыку из первого Хэллоуина добавить новеньких фишечек. Ну и главное, сцену убийств и насилия. Вот представьте себе оригинал и добавьте туда кровь, кишки и распидорасила. Получите новый Хэллоуин. Да, где-то половина или чуть больше сцен жестокости остаются, так сказать, за кадром, а нам дают взглянуть на последствия учиненных Майерсом расправ. Но даже несмотря на это, мне понравился такой ход. Что-то вроде тихая, спокойная обстановка, и тут нам пролетом камера показывает, что какому-то механику расквасили хлебалы и пытались вырвать челюсть. Немного выбивает из колеи. Но не переживайте, не все сцены с кровью остаются за кадром. Что ж, с плюсами закончили, переходим к минусам. Главный минус этой картины – это ее сценарий. Да, видно, что Макбрайт и Грин пытались отдать дань уважения оригиналу, сделать все красиво и в духе того, всеми любимого фильма. Проблема в том, что этим методом они приплели сюда очень много клишированных моментов, которые уже давно всех раздражают в любых слэшер-фильмах. Расписывать их подробно не имеет смысла, любое клише из подобных фильмов, что вы вспомните, наверняка тут есть. И ладно бы только клише, беда тут еще в том, что введены новые сюжетные арки, и они приходят в тупик, и никуда дальше не продвигаются. Вот серьезно, я насчитал 4 сюжетные арки, из которых только одна хоть как-то по сюжету продвинулась, и то только благодаря тому, что она связана с основными персонажами. Ну и главной моей претензии, как мне кажется и у всех остальных таковой она будет, вы готовы? Это опять же Майкл Майерс, да, один из плюсов фильма оказался одним из ее минусов, но исключительно в сценарном ключе. Вспомним оригинал, Лори было 17 лет, Майклу 21 год, прошло 40 лет, Лори в принципе выглядит на 57, на 2 года младше, чем реальный возраст Джейми Ли Кертис. Майклу 61 год, уж простите, но не верится, что ему наносит увечья, а он и бровью не поведет, типа возраст вообще о себе знать не дает, Бенджамин Баттон ты хренов. Хотя придирка такая себе, ее можно оспорить. В итоге Хэллоуин это обычный стандартный слэшер, на который в принципе можно сходить с друзьями. Да, в нем есть присущий фильмам данного жанра клише, тупники, несостыковки, но на удивление, пока я сидел в кинотеатре, мне не было скучно. Да, я был заинтересован, конечно, я пробивал фейспалмы, но при этом я не бился в конвульсиях и в истерике от какого-то идиотизма, творящегося на экране. Потому что, ну блин, оригинальный фильм такой же. Серьезно, оригинальный Хэллоуин Джона Карпентера абсолютно такой же, как и новый Хэллоуин, только добавьте туда немного сцен насилия. И я, честно говоря, не понимаю, почему у некоторых зрителей пуканы горели, типа оригинал был лучше. Да нет, не лучше, он такой же, вот прям точь в точь. Ну а по поводу нового фильма, я так думаю, что по прошествии небольшого промежутка времени, мое мнение поменяется немного на отрицательное. Ну а на данный момент, моя оценка фильму Хэллоуин образца 2018 года 6 баллов из 10. Хотя, знаете, вот этот новый Хэллоуин подарил лично мне один гигантский плюс. Мне не придется после того, как я обзор сделаю на оригинальный фильм, лопатить еще 7 фильмов, а лишь один. Да, и на оригинал, и на вот эту вот новую часть будут полномасштабные обзоры. Ну а с вами был Кинокиллер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И еще, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылки в описании. Также, если кто-то финансово хочет поддержать мой проект, то ссылки на донаты вы найдете также в описании. Спасибо, если поможете. Помимо всего прочего, заскакивайте на мою страничку на Патреоне и становитесь моим патроном. Ваша помощь будет неоценима. Спасибо вам всем за внимание и до скорой встречи. А сейчас минутка доброты и милоты. Ну да, как бы фоновая картинка не особо добрая и милая, но не в этом суть. Давайте всей нашей дружной компашкой в лице моих зрителей поздравим подписчика Павла и его супругу Любовь с рождением второй дочки. Паша, нужно быть по-настоящему уверенным и смелым человеком, чтобы дать старт многодетной семье. И я уверен, что ты и твоя жена именно такие люди. Малышке Полине же желаю, чтобы она росла здоровым, успешным и счастливым человечком, который будет любить, уважать и слушаться своих родителей. Все в ваших руках. Еще раз от души поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok